Мне скоро предстоит проехать на автомобиле около тысячи километров, поэтому на канале можно много увидеть различных радар-детекторов, которые я хочу взять с собой, чтобы протестировать их и сделать, может быть, даже сравнительные тесты. iBox Pro 800 Signature S также есть в моем списке, о нем сегодня мы и поговорим. Этот радар-детектор улавливает не только привычные нам комплексы, но и детектирует нам маломощные радары и мобильные засады, которых на трассе, я думаю, будет немало. Также есть фильтрация ложных сигналов, что позволит меньше получать такие, знаете, раздражающие шумы, не относящиеся к камерам. И автоприглушение звука, в зависимости от нашей скорости, сделает поездку, я думаю, тоже комфортней. Открыв же коробку, мы обнаружим кабель питания с возможностью дополнительно подключать к устройству, три типа фиксации, коврик, который кладется на торпеду, но летом я его не рекомендую оставлять в машине, магнитная площадка с двухсторонним скотчем, очень интересное решение, и классическая присоска. Далее кабель для обновления прошивки и, собственно, сам радар-детектор. По внешнему виду это классическая лягушка, именно так многие называют такое исполнение радаров. Все клавиши находятся на верхней части, и также тут есть клавиши для того, чтобы снимать устройство с присоски. Сбоку же у нас находится питание, мини-USB для того, чтобы подключать и обновлять устройство, и колесико для регулировки громкости или же отключения радара. На фронтальной части линза и окошко, а получаем мы всю информацию на OLED-дисплей. Долгими речами о настройках я вас грузить не буду, так как в комплектации есть подробное описание настроек, что нужно настроить и какой результат мы достигнем. Очень подробно и очень внятно расписано, и это очень здорово. Прям рекомендую всем, кто приобретет этот радар-детектор, прочитать ее с первого листочка до последнего. Ну а я, наверное, пробегусь сейчас по меню, лишь чтобы у вас было полное понимание о том, как оно выглядит и что оно отображает. В это же время я лучше, наверное, расскажу вам о возможностях этого радара. Первое, что хочется отметить, ну что тут есть модуль ADR Ultra, который распознает новейшие радарные комплексы и увеличивает, конечно же, потенциал обнаружения полицейских радаров, то есть мы будем получать информацию заблаговременно. Есть технология, позволяющая увеличить точность определения частот, что позволяет еще более быстро и точно определять именно по сигнатуре, что у нас за радар впереди будет находиться. А вот, к примеру, смарт-режим, он переключает чувствительность приемника в зависимости от вашей скорости. К примеру, чем быстрее вы едете, тем заблаговременней вас будет оповещать, во-первых, о камерах, ну а во-вторых, будет переключать режимы. То есть режим город, трасса или же турбо, это самый чувствительный режим, который превышает там скорость, если в настройках вы посмотрите, там в районе 110 км в час. Помимо этого, если вы не нарушаете, то есть, допустим, у вас знак стоит 60 км в час, вы едете 40 км в час, то фильтр скорости и вовсе может вас не тревожить, если камера, конечно же, фиксирует только скоростной режим. Это сделано, чтобы передвигаться с радар-детектором более комфортней. А если на пути камера, которая фиксирует именно видео, нарушения, такие как автобусная полоса, заезд на автобусную полосу, контроль обочины или же стоп-линии, оповещение приходить будет. Ну что ж, давайте, наверное, отправимся смотреть, как он работает в городе, а уже по трассе мы его протестируем в ближайшее время. Впереди камера ограничения 110 км в час. Впереди камера ограничения 110 км в час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...